Каждое утро Другие созидают его Солнце проникает всюду И по воле своего тепла и света Оно щедро дарит мир Одни воспринимают его как должное И видят только отцвет от солнца Другие собирают его по лучикам Из каждого Собирают из тех, кто окружает их Каждый из них несет в себе целый мир Мир свершений И противоречий Мир сложный И неповторимый Мир свершений Играет музыка Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать в Казахстан! 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 И смотрит, а ни черта не видит. А как ты думаешь, где этот товарищ мог достать такой свитер? Ангелистская королева подарила. Со мной почти не разговаривает, как будто я виноват. А кто же? Говорит, рожу и уйду от тебя, изверг. Почему так говорит? Да не уйдет. Напоминает светофор. Шливые вы, ребята. Шутники, давай, давай, давай. Вы что-то разошли? Перестаньте. Ребята. Ах, Андрей Ястребов. Ну вот, две встречи, две пощечины. Здрасте. Здравствуйте. Я вас не больно ударила? Ударьте еще раз и назовите свой номер телефона. Ну и что от этого изменится? Я позвоню. Благодарю вас. Отпустите руку. Завтра же позвоню. Я говорю, отпустите руку-то. Ты знаешь, в газетах и по радио все говорят, что дельфины после человека самые умные животные. Ты как считаешь? Саня, пошел погулять. А представляешь, я сейчас эту рыбку, а может она умнее меня сто раз. А ты, 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 ты. А вообще я бы человечеству запретил убивать все живое. Чего бы ты ел тогда? Ну, ученые скоро придумают такие таблетки. Так, взял одну и весь день сидит. Точно. Космонавта так же и кормят. Ты знаешь, я написал статью. Журнал «Природа». Выступаю как противник всякой охоты. Как ты считаешь, напечатает? Воскресенье. Такая погода. Ты сидишь, как пень в общежитии и жрешь пятую банку шпрот. Вторую. Ну, разве нормальный человек может сожрать, заразу, две банки шпрот и буханку хлеба? Ведь посмотри со стороны такой маленький человек, куда в тебя влазит? Да что особенно-то? Подумаешь, две банки шпрот и пол буханки хлеба. А ты знаешь, что в Средней Азии там за раз съедают целого барана? Там таких людей батырами зовут. Пошел вон, батыр. Маленькая рыбка, жареный карась. Где твоя улыбка, что была вчерась? Мои слова. А потом, почему ты говоришь маленький? Нормальный средний рост. А? И внешность такая располагающая. А что к тебе-то хорошего? Генрих седьмой, проводя политику укрепления абсурдирования. Андрей! Ослабление. Ну, кончай от эти учебники. И сдал статус. Генрих седьмой, прекрати ты. Ну, нормальный человек, паровоз уже строишь. А учится на какого-то историка там? Пойдем на танцы, а? Говорят, девочки приехали из Питера на практику. Девочки отсюда. Все, 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 ладно, как точно, ухожу. Ты знаешь, Андрюш, есть такая пословица. Век живил, а дураков и врешь. Андрей, знаешь, встретились два мудреца. Один говорит, я, говорит, знаю, что я ничего не знаю. А второй говорит, а я этого не знаю. Это комната у нас самая тихая и самая спокойная. Проходи. Да, ну это я вижу. Проходи. Спасибо. Проходи, проходи. Ну что ж, две кровати, это хорошо. А солнце у вас здесь бывает? На стене. Не понял. Солнце на стене? А, ну что ж, прекрасно, хорошая комната, вид с солнцем на стене. Ну, располагайтесь. Койточку я вам сегодня вечером доставлю. Андрей. Извините, пожалуйста. Объясни, товарищ инженер, что, к чему. Вам бы с дорожки надо помыться. Да, в общем, не мешал. Да, ну, душевая у нас сегодня не работает. Вот, э, тут есть банька. Это вот маленькая, красненькая, да? Во-во-во-во. Спорной? Первый класс. Заходите ко мне, венчик березовый дам. Спасибо. Андрей. Извините, пожалуйста. Ну, что ж, давайте знакомиться. Вениамин Тихомиров, инженер тепловоза. Андрей Ястребов. Очень рад. Так как вы говорите, солнце у вас на стене? А я смотрю, лицо мне, твое знакомое. Мы с тобой встречались в прошлом году на первенстве локомотива, на отборочных. Вы еще тогда нам очков 20 продули. А че я тебе не помню? Нет, мы тогда в финал же вышли. А, ну, это в прошлом году мы в финал вышли, а в позапрошлом, да? Да? Да. Сейчас тебе комендант разыщет кровать. Мы тебя вот здесь в углу поместим. Здесь не дует. А шурупов под окно бросим. Он не обидится? Да, он хороший парень. А инструмент твой? Мы, может, под это переселение мы ее ликвидируем, а? Как будто она потерялась. А он что, по ночам бренчит, что ли? Нет. Храпит. Что, действительно храпит? Руладами. И иногда даже через стенку стучат. Слушай, а ты вот так не пробовал так? Нет. Ну, ничего, у меня есть свой метод. Я тебе вечером расскажу. Вообще, хороший парень. Всего три недостатка. Ну, храпит. Обжора и полное отсутствие музыкального слуха. Ну, это не страшно. Вдвоем-то мы его перевоспитаем. Нет, вообще, мне у вас здесь нравится. И комнатка ничего. Да и городок тоже небольшой. Прямо сказать, маленький. Так что машина пока не понадобится. А ты что, лотерейными билетами запасся? А что? Ну, лотерея-то лотерея. Да нет. Накоплю и сам куплю. Шутка такая. Представляешь, мы с тобой вдвоем на машине. Ты водить умеешь? Умею. Ну, и меня научишь. За город возьмем. Я классные записи привез из Ленинграда. Музычка, машина, девочки. Кстати, как у вас с девочками-то здесь? Накоплю. У тебя когда первую зарплату-то? Не скоро. Есть у меня, понимаешь, идея. Одна. Ну, проект, что ли. Еще в институте задумал. Ну, если получится, премия нам с тобой обеспечена. Ну, если сделаю, конечно. Ну, ладно. Показывай городок. Пошли. Мы пойдем вначале кровать притащим. А то тебя не дождешься. Так поздней, так поздней осенью Так поздней осенью Порою бывает день, бывает день. А вот если бы меня спросила золотая рыбка, Чего тебе надо в настаточе? Я бы ей сказал, пусть солнце светит. Бусть лето сменяется осенью, а зима весной. И еще бы я попросил золотую рыбку, Чтоб она дала мне один номер телефона. Ты, Лирик, Андрюш, Ты не пробовал писать стихи, нет? Да. Правда, это банальное уже было. Как-то пусть всегда будет солнце, Пусть всегда будет мама. Пусть всегда будет солнце, Пусть всегда будет мама. Да, кстати, по поводу телефона. Об этом не надо. Спрашивать золотую рыбку. Позвони по 0-9, Тебе в справочной дадут ее телефон. Ну, если ты, конечно, знаешь, Фамилию, ад. Гений. Ну? Гений. Кто, Виня? Ой, какой я гений, Андрюш. Два года тому назад задумал проект, А браться за него боюсь. Виня, Ты с этим проектом нам вот здесь уже. Шуруп. А? Ты знаешь, где ты мне с своей самодеятельной гитарой? Вот здесь. А, ну, бывает. Смешного ничего нет. Что-то через два года ремонтировать будешь. Интересно. Чего? Век паровозов кончился. Последние деньки доживаю. Жалко паровозиков. Ну, конечно. Понимаешь, задумал я Реконструировать сборочный цех, Не останавливая производство. Ну? Что? Ну? Надоелось. Представляешь, Начальник управления железной дороги Присылает молодому, Очень талантливому, Инженеру Тихомиру Поздравительную телеграмму. И премию, ведь. А директор завода Преподносит на блюдечке С голубой каемочкой Ключи От отдельной квартиры. Живите! Живите, Вениамин Васильевич! И творите на благо Нашего родного завода! Ура! Шурок, ты ведь не глупый парень. Ну? Да, надоелось. А может быть, действительно Дождаться золотую рыбку, Которая На блюдечке Золотой каемочкой Принесет нам ключи От квартиры, Где деньги лежат. Ну, это мы еще разберемся, Кто тут виноват. Я говорю о другом. Человек жизнью рисковал. Из-за какого-то ротозея Обходчика, понимаешь, Люди рисковали жизнью. Да. А ястребов его фамилии? Что? В газету хотят про тебя напишать. Да. Так. Ну, пишите. Слесарь-автоматчик. Производительность? Пока без высокой производительности Геройская поступка Не действительна. Ну, две нормы в смену. Да, пишите. Да, не пьет, не курит, С девушками не гуляет. Так. Да, ну, пока. Просто все путем. Привет. Так, слушай, Я уже придумал это. Название для твоей статьи. Андрейка Паровоз. А ты прям можешь вместо маневрового Прямо в вагон-то уперся, Как буйвол. Да, видно, одной тяги-то маловато оказалось. Не вы, мне кранты. Бросать. Придется. Есть один человек, Который не хочет, чтобы я нюхал. Вредная, говорит, эта привычка. Анахронизм. Лучше, говорит, кури. Ну, это жалко, если вы бросите. Вы так знатно чихали. Да. Нет, последняя табакерка и баста. Этот человек, говорит, лучше, Если же, говорит, не будешь нюхать табак, Тогда замуж за тебя пойду. Понятно. Ничего тебе не понятно. Это у вас все просто. Пошел на танцульки, Познакомился и повел. А создать семью, это, брат, Непростое дело. Тогда придется бросить. Да это она шутит. Дело тут не в табаке. Она очень хорошая женщина, врач. Детишек лечит. Не хочется помирать, Не оставив после себя росток. Ну, тебе это, конечно, понять трудно. Ну, я попробую. Пока на заводе Кругом люди, разные дела, А потом дома один. Ночь, а ты не спишь, И совсем один. Когда нет дома, нет семьи, Это очень плохо. Так что Бери мою табакерку И не отдавай, даже если с ножом их горло подступлю. Ну, что ты тут сидишь? Иди работай. Да я... Никон Ронич, Можно я позвоню? Звони. Оля! Здравствуйте. Это говорит Андрей Ястребов. Подождите, не бросайте трубку. Я сегодня буду в семь часов вечера Ждать вас в кинотеатре «Космос». Если вы даже не придете, Я буду ждать до утра. Не забудь, надень ту луку. Утром обещали заморожки. Ну, почему вы все так считаете, Что вот если вы встретили девушку, И эта девушка вам понравилась, Ну, а если девушка-то влюблена? Если есть такой человек, О котором она все время думает. Для всех, кто он невидимка, И только она знает, Что он делает сейчас. Интересно. Он стоит у окна, Смотрит на улицу. За спиной у него письменный стол, Лампочка, Книги. Жена в фартуке. С двумя ребятенками на руках. А вы циник, Андрей. Вам, наверное, с девушками не везет. Да что вы? Они за мной просто бегают. А вы за ними. За некоторым. Боюсь, что на этот раз Ваш выбор-то неудачный. Я читал Уэллса И знаю, как бороться с невидимками. Бесполезно. До свидания. Я провожу. Да зачем? Не надо. Вы и так из-за меня Целый вечер потратили. До свидания. Я думала, ты тяжело заболел. У тебя постельный режим И ты не можешь даже доковылять До телефона, чтобы позвонить мне. Ну, что интересного пишут? Подругу провожала в Москву На онкологическую конференцию Уехала. А ты, конечно, вообразил, Что я тебя здесь караулю. Это была бы слишком большая честь для меня. Представь себе, что я тебя ждала. Доволен? Может, ты влюбился? Угу. Андрей влюбился? Никогда бы в это не поверил. Сходим в кино или посидим где-нибудь. Но если ты занят. Нет, чего же. Нет, чего же. Сходим в кино или посидим где-нибудь. Сходим в кино или посидим где-нибудь. Ты ни разу не сказал, что любишь меня. Разве? Тебе нет ни капли, ни жизни. А у меня сегодня был больной. Принес в поликлинику Огромный букет роз. Все всполошились. Откуда в нашем городе Весной живые розы? Он был в командировке. Что-то милится. Ой, а чего я привязалась к дураку такому? Налень мне. Так, о чем ты говорила? О цветах? Угу. И какие они? Красные. Красные. Это должно быть. Красиво. Ага. Здрасте. А дом-то, небось, сказал, что на партийное собрание пошел. Что с тобой сегодня? Андрюша. Здравствуйте. Привет. У вас как, не занято? Присесть можно? Спасибо. Спасибо. Ты знаешь, пять часов просидел в библиотеке. Говора будет. Ты познакомь нас. Оля. Дурацкие шутки. Марина. Не понял. Гневин. Ну, так что? Так что? Что-что? Да. Ну, шампанское по бокалу? Ну, неси. У вас ковчика прям под цвет ваших глаз. Ну, я пошел за шампанским. Я не хочу. А я выпью. Так. Ну, Андрюш, через пару недель я сдаю проект. А что за проект? Ну, это сложные технологические проблемы, вопросы. Да тебе это неинтересно. Ну, давайте за проект. Вы танцуете? С тех пор, как я познакомилась с этим хмурым молодым человеком, совсем разучилась танцевать. Вы не представляете, Венин? Какого труда мне стоит вытащить его хотя бы на один танец? Ну, вот, а я из Ленинграда привез потрясающие записи. Ух ты, записи, танцы. А я думал, ты только проектом занимаешься. Ну, почему же, старик? Я в инстути взял приз по больным танцам. Гигант. Мы пойдем. Вы у нас работаете? Нет, я работаю в поликлинике. Прекрасно. Вы знаете, у меня... Это... Аллергия у меня, да. От переменной климата. Я, кажется, говорил, Андрюш? Первый раз слышу. Вы не против, если я как-нибудь зайду к вам в больницу и покажусь? Пожалуйста. Спасибо. Если смогу, помогу. Я думаю, сможете. Вылечим. А твой приятель ничего. Сразу обратил внимание на мою обновку. А ты не заметил. Ну, вот он придет к тебе на прием и заодно о кофточках поговорить. Ты ревнуешь. Я? Марилочка, ты скоро? Мама. Она здесь будет до утра стоять. Андрюша, прошу тебя. Тебе не 17 лет. Марилочка, чай на столе. Ну, зачем ты? Она и так... Меня ненавидит. Ну, какой ты мне это значит? Ладно, ладно. Иди пей чай. Пошла. Пошла. Спокойной ночи. 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 КОНЕЦ Хочешь, я тебя поцелую? Как сестра или как мать? Непросто стараешься. Ты меня не разозлишь. Я морду набью этому женатику проклятому. А вот за это я тебя буду ненавидеть. Понял? И вот что, уходи отсюда. Ладно. Ну, ты же добрый, Андрей. Я же знаю, что ты добрый. Ты мне очень нравишься. Если б ты ухаживал за Ноной, я бы тебя ревновала. А он? Этот мир просто населен мужчинами и дураками. Вот я рядом с тобой. Я прошу, чтоб ты меня поцеловал. Ну, не спрашивал ни о чем, а поцеловал. Ну, не целовалась я с ней, не целовалась. Понимаешь? Понимаешь ты? Ни разу. Ни разу. Дурак. А вы как заводной. Туда-обратно, туда-обратно. Девчат моих загоняли. Шутка ли сказать 20 тонн удобрения погрузить и выгружить? А Оля в вашей группе? Вы имеете в виду Олю Мороз? Мы с ней росли вместе. Друзья от детства. Я чего доброго, женюсь на ней. Вот вы, так сказать, ее преподаватель, как, советуете мне на ней жениться-то? Она сейчас вряд ли захочет выйти замуж. Во-первых, ни к чему есть студентки эти пеленки-распашонки. А во-вторых? Оля умная, тонкая девушка. Это вот такая от меня она подходит. А вы подходите ей? Я убежден, что люди, решившие связать свои жизни, должны интеллектуально соответствовать друг другу. Так я буду стараться соответствовать. Только вот ей кто-то другой нравится. А кто не говорит. А то б я его по-шоферски монтировкой. Хе-хе-хе. Вы, случайно, не знаете кто? Не знаю. Без тебя. Без тебя. Продолжение следует. Слышишь меня? Андрей, проснись. Андрей, проснись. Слышишь? Увези меня отсюда. Андрей, увези меня отсюда. Заведи свою машину и увези меня отсюда домой, в город. Слышишь? Ну что ты моргаешь? Ты слышишь меня? Увези меня. А что произошло? Увези меня в город. Я хочу домой. К мамочке. Ты сильный человек, Андрюша. Ты сам умеешь бороться со своими бедами и невзгодами. А я не могу. Я слабый пол. Увези меня отсюда. Ну, в город. В город. Париж. 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 Я рад, что ты пришла. Я не поеду никуда. Я буду завтра здесь сажать картошку. А это чего все-таки произошло? Да и ничего не случилось. Ты извини меня. Не надо мне было тебя обладить. Увезий. Увези. Оля, 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 позови Олю. Ты что, сама сошел? Все спят. Ну вот так надо, разбуди. Утром. Иди скорей сюда, иди сюда, бабушку разбудь. Где она? Нигде. Где она? Я не знаю. Ушел? Вы пошли спать. Марина! Марина! От черта они мне сдались, девочки с косичками. Марина! Марина! Невидимки! Шлепанцы! Марина! 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 Доценты! Педагоги! Марина! 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 КОНЕЦ 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 Нет, ну так дальше продолжаться не может. Живём в одной комнате, вместе работаем. Может быть не уйти отсюда? Как хочешь. В конце концов мы двое мужчин будем ссориться из-за какой-то... Ты имеешь в виду Марину? Ну дай мне в морду и забудем. Потом что поделаешь, раз так всё получилось. Ничего не поделаешь. Я не понимаю, чего ты взбеленился. Хорошо была бы она твоя жена-то. Я этого не поймёшь. Но ты же её не любишь. Да дело-то в общем не в Марине. А в чём? Ну ладно, я тебе попробую объяснить. Хотя в общем-то это примитивные вещи. Есть законы товарищеской чести. Для меня жена моего товарища или просто знакомая девушка, она неприкосновенна. Мне даже в голову не придёт. Тебе понятен смысл слова «предательство»? Вот то, что ты сделал, это предательство. Если ты это не понимаешь, тем хуже для тебя. Видишь ли, Андрюша, жизнь... Она гораздо сложнее... Ну а закончим этот разговор? Нет, всё относительно просто. Иногда бывает... А если я её люблю? Ну где ж ты пропадал, Андрюшенька? Да вот экзамен сдавал за четвёртый курс. Я ведь заочник. Ну я, конечно, сдал. Я очень способный. Ну а как ты? А я вот вспомнила, что за мной когда-то ухаживал один очень симпатичный парень. Ну что ж, парень очень рад. Всё было не так, понимаешь? Мне это не интересно. Он не звонил. Каждый вечер. А я ему сказала, что если он не перестанет звонить, то я как партизан в войну перережу провода. Давай поговорим о чём-нибудь другом, а? Давай. Мне Нонна рассказывала, что твоя... Ну как, Марина зовут? Что она... Да, это правда. Ну и друзья у тебя. Ну что ж поделаешь. А я уезжаю в Бабино. У меня там бабушка живёт. Там есть озеро. Я в нём одна же тонула. Меня спас рыбак. Ты знаешь, что он мне сказал? Вот говорит, утонул бы, а твой бы парень на всю жизнь остался бы без девушки. Как, говорит, думаешь, хорошо бы ему было всю жизнь одному. Почему он так сказал, Андрей? Да. Это было бы действительно ужасно. Я знаю, про что ты думаешь. Ты, наверное, думаешь, что же всё-таки произошло? А я тебя разочарую. Ничего не произошло. Просто это была сказка. Сказка, которую я сама себе придумала. Придумывают люди в детстве сказки. А теперь я повзрослела. Ну пока. А где эта бабина? А ты что, хочешь приехать? А чем чёрт не шутит? А если мог Bernardin New Yorkistas? Ну пока. Привет, бабушки! Настя Николаевич! Здрава! Проходи! Ах ты, не люблю я эту бумажную коннитель. А без нее тоже нельзя. Дела сдаете, Никанор Иванович? Ну что, все ждал, когда ты придешь. Матрос был, Дима тоже. Постоял около порога, помолчал. Потом сказал до свидания и ушел. Куда же вы, Никанор Иванович? Да повышение получил, не отказывался. А кто ж вместо вас? Да, святое место пусто не бывает, найдется кто-нибудь. Да, вот мне тут дали посмотреть проект Тихомирова насчет реконструкции сборочного цеха. О, пушковитый мужик. Он что, осенью к нам из института пришел? Ты знаешь, что он суть Кинкот предлагает? Ты представляешь? Не останавливает цеха полностью заменить оборудование и произвести перепланировку помещений. Это ж полмиллионная экономия. А он что за это получит? Я не понимаю, ты что, завидуешь или против? Завидую. Я вот что, Никанор Иванович. Пока вы здесь, я хотел попросить отпуск на три дня за свой счет. Я-то дам. Ну а что ребята скажут? Конец месяца в бригаде три человека. Ты сам-то подумай. До свидания. Андрюх. Слушай, пойдем-ка сегодня в баню, а? Попаемся, пивка хватит. Я ждала тебя, Андрей. Ты, конечно, можешь уйти, но мне бы очень этого не хотелось. Здравствуй. Давай поговорим. О чем? Неужели тебе не о чем спросить меня? Как поживает она, Калина? Тогда я спрошу. Ты действительно любишь эту студентку из педагогического? Да, я ее люблю. Нет, это неправда, неправда. Я пришла поблагодарить тебя, что ты познакомил меня с Вениамином. Мне нужен твой совет, мы должны пожениться. Поздравляю. Как только он сдаст свой проект, он очень меня любит. Ты мне советуешь? Нашла, у кого советы искать. Ты мне самый дорогой человек. Да женитесь, ради бога, я здесь хочу. Это все? Еще могу сказать, что Тихомирову очень повезло. Почему же ты не женился на мне, Андрюша? Я немного опаздываю. Я не могу выйти за него замуж. Я люблю тебя. Я тебя очень люблю. С первой встречи я никогда не переставала тебя любить. Это все в отметку. С твоей равнодушием это случилось. А я тебя не люблю. Не люблю. И никогда не любил. Боже мой. Что ты говоришь? И ты меня тоже. Слышишь? Подходит ко мне вчера такого приличного вида в кожаной кепочке. И говорит. Молодой человек, можно вас на минуточку? Зайдите ко мне сегодня вечером в гостиницу в 7 часов. Ну, понял, я сначала так подумал, с левой резьбой, да? А потом смотрю, он в машине, а на машине надпись «КИНОСЁБАЧНОВЯТЬ!» И ты пошел? И так. На том доме, где мы с Андрюхой живемся, будет установлена мемориальная доска с золотыми кнопками. А там будет написано «Здесь жил и работал народный артист Советского Союза Александр Шуру». Все, не ждать, пока курсовет разрешит. Ты вон, скажи, ребятам, из механического, и тебе такую доску отгрохает. Ничего, я подожду, Андрей. Мне, где режиссер, дал уже ролик. Правда, пока еще маленький. А как же это сезон? Да ну, потом поступлю, подумаешь. Еще к Бернард Шоу сказал. Единственный путь, ведущий к знанию, это деятельность. Вот это его, Бернард Шоу. А кто это такой? Матрон, большой человек был. Эй, Барка! Тебя. Быстрее к начальнику! А он начальник пришел. Давай, быстрее! Новый. Так, слышь, Андрей, слышь, направляют на меня Юпитер. Это у них такой прибор. Мотор жужжит! Таня, тебе жужжать, работать надо. Дим, Дим, слышь? Представляешь, на меня направляет Юпитер. Подожди, Саш, Владимир. Да я сейчас расскажу. Понял? И, значит, мотор уже жжит. Я говорил, потом раздается команда. Приготовились! Мотор! Ну и как, Валя? Начальник как начальник. Молодой? Да ты его знаешь. Как фамилия? Узнаем. Да все равно такого начальника, как мамонт, нам не видать больше. Здравствуйте, товарищи. Вчера разговаривали о тебе с Ремневым. Очень хорошо отзывался. Ну, спасибо, порадовался. Ну что ж, за вашу бригаду я спокоен. Такие орлы. Слышали, ребят, мы орлы. Если я вас обидел, беру свои слова обратно. Ну, какой же я орел, Виль? Простите, Венин Васильевич. Я же артист. У нас в бригаде орлов нет, Вениамин Васильевич. Уберите это. Так это ж не водка, это молоко. Придуривается, Вениамин Васильевич. Ну, и дисциплинка у вас, скажу я вам. Впрочем, этого и следовало ожидать. Ястребов, ты зайди ко мне. Что вы в самом деле? Он все-таки начальник цеха. Уж больно строгий. А что ему моя бутутка помешала? Познакомились, называется. Ястребов, начальник цеха. Сейчас. Мы рассказываем вам историю жизни Андрея Ястребова. Историю его дружбы и любви. Мы расстались с ним в момент трудных его раздумий. Случайная встреча с Олей Мороз многое меняет в его жизни. Меняет его самого. Приезд молодого инженера Вениамина Тихонирова совместная работа в одном цехе вносит новые аспекты во взаимоотношении Андрея и всей бригады. Знакомство Тихомиров Тихомирова и Марины послужат следующим этапом в развитии характера в главных героях. Андрей по комсомольской путевке уедет в колхоз и только по приезде узнает о нечестном поступке Тихомирова. Только возвратившись в город, Андрей поймет, что Марины его не любят. Попытка Ястребова объяснить Тихомирову свои моральные принципы, заставить понять правду и смысл их отношений, наталкиваются на равнодушие и фразерство Вениамина, ведут к еще большему разобщению героев спектакля. И объяснение с Марины не может заставить Андрея изменить свои взгляды. Он верит в искренность, преданность и чистоту отношений. Старший товарищ Андрей Ремнев тоже пытается примирить Ястребова и Тихомирова. Но в ответ слышит четкую и принципиальную позицию Андрея по отношению к подлости и карьеризму. Но история не окончена. Она продолжается. КОНЕЦ 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 Проходи. Садись. Давай будем говорить откровенно Конечно Так уж получилось, что я стал твоим начальником На моем месте мог бы быть и ты, если бы не разбрасывался и закончил наступку специальности Впрочем, оставим эту тему, мы уже об этом говорили Ты остался при своей точке зрения, жизнь как лишь подтверждает мою Давай ближе к делу Видишь ли, я не могу заставить тебя называть себя по имени и отчеству Язык не поворачивается Подрывать мой авторитет у подчиненных ты не имеешь права, понятно? Ну что ты привязался к этим орлам, ну допустим я сморозил чушь Действительно, на первых порах такое с каждым может случиться А ты прицепился и ребят подзавел, да? Надоело мне твои морали слушать Ты считаешь такой тон разговора с начальником приемлем, да? Ну хотя бы в присутствии других Ну сейчас-то мы вдвоем Ты знаешь, я думаю, что нам тяжело будет работать вместе Товарищ начальник Можно я пойду работать? У меня есть тебе деловое предложение Хочешь, я тебе помогу перейти в цех сборки Зарплата такая же, за это я ручаюсь А зачем же мне переходить на другую работу, если зарплата та же самая? Ну немного освоишься, я присвою тебе разряд Договорились? Я тебе что, соли на хвост насыпал? Я думаю, что так будет лучше для нас обоих Ты подумай А ты немного на себя берешь? Ну что же, я хотел как лучше Для кого лучше? Можешь идти Здрасте Ходи, знакомься В дождь попали, Алю Меня звать Сеня Биркин Позвольте Великая эта вещь, Дайлон Андрюша, знакомься Сеня большой человек У него дядя на торговом флоте механиком работает Старший механик Старший А вам что именно нужно, а? А вы что, камевые жир? Что-то в этом роде камевые жиры Благородно звучит А я не люблю все эти вульгарные словечки Порцовщик, спекулянт Не-не, Андрюша, у него действительно дядя механиком работает Старшим механиком Ну, старшим На вас есть прекрасная французская рубашка асфальтового цвета Андрюха, бери и не прогадаешь Вообще-то, вот такие вещи я достаю только очень хорошим знакомым Как курточка-то? Хороша Ну, где вы в нашем городе достанете действительно вот такую курточку? У вас Я люблю делать людям приятным Не все это ценят Завтра в это время я приду Приходи Ну? Ну, спасибо Спасибо Спасибо, Сенечка Заходи Счастливо Андрюша А я квартиру Получил Сегодня переезжаю Завидуешь? Ну, скажи честно, что завидуешь Вот если бы ты машину выиграл по лотерии, тогда другое дело А квартиру? Придет время, я тоже получу Ну, когда же это время придет? Честное слово Честное слово, пока меня этот вопрос не волнует Очень современно Твоя? Твоя Честное слово, я поражаюсь тебе, Андрей Если ты Если ты готовишься на историка или археолога, что ты с паровозами возишься? Пошел бы работать в школу, в музей, а то ты и техник, и шофер, и кто ты? Черт тебя знает И, в общем-то, никто А все потому, что, Андрюша, ты разбрасываешься, а тот, кто в жизни разбрасывается, тот никогда ничего в жизни не добьется Это я тебе точно говорю Вот я Я ведь в аспирантуре должен был остаться Я же диплом с отличием получил, но у меня была цель производства, я отказался Вот пожалуйста Уже начальник цеха, проект вот-вот примут и квартиру получил Нравится? Нравится Я же вижу, что тебя коробит, что я начальник цеха, а ты нет Кто знает, может я буду и главным инженером Будешь Буду, а ты никогда не будешь Вот у тебя все хорошо, просто прекрасно, а у меня все плохо Так чего ты волнуешься? А я не волнуюсь Я не волнуюсь, Андрюша Я просто не люблю неудачников Вот тебе не кажется, что ты мне немножко завидуешь? Завидую? А чему завидовать? Ну чему? Ты никогда не думал о том, почему от тебя Марина ушла? Ну почему? Потому что Марина умная женщина А умные женщины не связывают свою судьбу с неудачниками Понятно? Я думаю, она просто тебя жалела А я думал, что ты просто обыватель А ты оказывается к тому же еще порядочный сволочь Ну зачем же так? Я ведь тоже могу Так и собирай свои шмотки и иди к чертовой матери До скорого Знакомьтесь, товарищи Новый член вашей бригады Семен Биркин Прошу любить и жаловать Ну как дела с производственной учебой? Через неделю приду вас проверять Считаем Ну хорошо, введите в курс, товарищи Решил переменить специальность Вернее, приобрести специальность А почему именно на завод? Тяжелая индустрия Кузница, рабочий кадр А потом вот недавно в городе был процесс Слышал, наверное, да? Трех тунеядцев выяснили Насек А я холод не переношу А ты думаешь, у нас здесь тепленькое местечко? Мне приятно, что мы с тобой в одной бригаде И начальник свой человек У меня Мин Васильевич очень хороший человек А, Пишенька, а как свалят его парня из цеха сборки? Ученика Еще он потреск потом попал Иди отсюда Иди-то приятель сюда По делу или как? По делу Ну, зачем тебе понадобился отпуск, ты мне объяснять не станешь, даже если я тебя попрошу Видишь ли, Андрей, время сейчас в цехе горячее Каждый человек дорог Ну, конечно, производство не остановится, если Андрей Ястребов куда-нибудь уедет на три дня Ты стал многословным Ты знаешь, я подпишу Даешь слово, что будешь называть меня на вы Нет Ну, хотя бы в присутствии других Ты же знаешь, я не дипломат Ну, так ведь я не очень многого и прошу Ладно В присутствии других я вообще с тобой разговаривать не буду Если ты, конечно, ко мне не будешь обращаться Ну, вот и прекрасно Видишь, одно соглашение уже достигнуто В Бабино В Бабино? Ты все знаешь Да нет, просто у меня вчера ребята собирались Шарапов был Сеня хотел за тобой на машине заехать на такси Музыку слушали Я пошел Видишь ли, Андрей На работе я для тебя начальник Я думаю, что ничего страшного не случится, если Ты как-нибудь вечером зайдешь ко мне посидим, поговорим Посмотрим Оле, привет Так вот, держу твою руку и мне становится легко, легко Спокойно Ну, это хорошо Не знаю Буду твоей женой Наражу тебе кучу детей Буду стоять в очередях, ругаться с другими женщинами Слушать сплетни про мужей, да? А ты придумаешь что-нибудь другое Я не всегда буду с тобой вот так, хорошо? Не знаю А ты меня будешь бить? Обязательно И уходить к другим женщинам? Конечно Ух, мой грозный муж А что это ты взяла, что я собираюсь на тебя жениться? Ты же хочешь? Ну да Ну да А ты? Я? Оля Один раз я тебя уже потерял Второй раз это не должно случиться Ты понимаешь? Не должен он Это и есть объяснение в любви, да? Оль У тебя же нет ни одного ласкового слова Да иду, иду Иду, иду Иду Андрей, слышишь? В клубе танцы-шманцы Андрюша Скажи своей приятельнице Пусть подругу захватят Ну ты скажи Хе-хе-хе-хе-хе Хе-хе-хе-хе Хе-хе-хе Пусть подругу, пожалуйста В Зареченске надолго? Скажите, она ничего не велела передать? Ну что ж, Зань? Кто бы мог подумать, что на этих ладонях появятся трудовые мозоли. Да, я до сих пор не верю. В Америке я был бы большим человеком. Ты что думаешь, там одни дураки? Нет, я просто умею делать деньги, поверь мне. У тебя две копейки есть? Нет. Ты жалкий делец, Сеня. Таких в Америке любителей делать деньги пруд пруде. А по-моему, паровозы делать гораздо интереснее. А я и делаю. Ты книжки хоть читаешь? Ты меня считаешь дураком? Нет, Сеня, ты не дурак, это точно. Слышь, недавно из плавни вернулся мой дядя. В Англии был в Танарии. Слышь, Андрей, есть отличный плащ с капюшоном на теплый подклад. Плащ? А, как раз на тебя, водоотталкивающий. Я никуда не собираюсь ехать. А вдруг поедешь куда? На Памир или в Казахстан? Алло, нет, я не поеду. Все может быть. Алло. Очень рад тебя видеть. Ну, как поездку, доволен. Можно подумать, что ты без меня скучал. Просто места не находил. Особенно последние три дня. Садись. Садись. Ты на сколько дней получил отпуск? На неделю? Нет, на три дня. Отсутствовал неделю. Итого три дня прагула. Я отработаю сверхурочную. Молодец. Так, Вень, я пойду. Как у тебя все просто получается. Отработаю сверхурочную. А что такое трудовая дисциплина, вам неизвестно, товарищ Ястребов. Глядя на вас, и другие захотят прогуливать, потом окопать. А начальник цеха на все на это должен смотреть сквозь пальцы, да? Ну, ты-то не будешь смотреть сквозь пальцы? Ты помнишь наш последний разговор? Тебе не хочется перейти в другой цех? Мне очень нравится с тобой работать. Ну, тогда садись. Садись, пиши объяснительную записку. Я думаю, на моем месте ты поступил бы точно так же. А что это ты мне влепишь за это? Ну, я думаю, на первый раз можно будет обойтись выговором по цеху. Я пойду. В цех сборки привезли новые оборудования. Сейчас там такой размах. Ты не хочешь туда перейти? Это ваша идея. И нравится вам друг дружке портить кровь? Вот что, Никонор Иванович. Если меня даже вашим приказом переведут в другой цех, я все равно из бригады не уйду. Если даже зарплату платить мне не будет, я все равно не уйду. Ну, что ты кипятись. Никто насильно тебя переводить не собирает. Понимаете, если ему показалось, что я стою у него на пути, я должен уйти. Ну, а я тебе скажу, он твой начальник. А вы дружки приятели, вместе жили в общежитии. Вот он и думает, ты будешь обращаться с ним фамильярно. А это в какой-то степени подорвет его авторитет перед рабочими. И вот недавно. Ты три дня прогулял? Два. А его проект подтвердили на тех совете. Ну, за это я готов простить его выговорам. А он тебе выговор в честь? За что же? За дело. И все-таки жалко, что вы не нашли общего языка. Знаете, Никонор Иванович, если Тихомирову во всем уступать, ведь он нечестную игру ведет. И с этим проектом. Он больше о себе печется, чем о заводе. Хотя, конечно, спору нет. Он талантливый инженер. И начальник неплохой. Вы ведь знали, кого выдвигать. Да, я и не жалею. Так вот, дело совсем не в том, что мы жили в одной комнате. Но если я Тихомирову в чем-то принципиальном уступлю, я буду считать себя подлецом. А ты не преувеличиваешь? Да я лучше других его знаю. Я приезжаю к тебе в Бабино. Мы расстаемся близкими людьми. Потом ты уезжаешь на практику в какой-то там Зареченск. И мне не гу-гу. На неделю приезжаешь раньше, я об этом ничего не знаю. Я месяц как дурак хожу вокруг твоего дома, института. Понимаешь? Звоню. Ты что, скрываешься от меня, что ли? Ну вот что. Мне-то надоело до чертиков. Завтра идем в ЗАГС. Я не знаю, люблю ли я тебя. И, пожалуйста, не думай, что причина в ком-нибудь другом. Понятно тебе? Только во мне. Я сама не знаю, что со мной происходит. Но не нужно нам встречаться. Понимаешь, не нужно. Ну, может быть, через месяц или через неделю. Я сама прибегу. А если нет? Ну, я должна разобраться-то хотя бы в себе. Ну, понимаешь? Мне надо подумать. Ну, ты подумай. Подумай, конечно. А мое дурацкое заявление насчет ЗАГСа это ты не принимай всерьез. У меня такая привычка. Чуть, что сразу в ЗАГС. Ну, ладно. Пока. Пока. Я пошла. Андрей, вот тут пишут. Читал? Начальник нашего цеха пишет. Тебя Дима искал. Да про тебя же пишут. А вот послушай. Слесарь-автоматчик Андрей Ястребов в августе этого года прогулял три рабочих дня. И это в то время, когда весь наш коллектив цеха напрягал все усилия, чтобы выполнить ответственные производственные задания и поступок Ястребов глубоко возмутил всю бригаду. Ну, и сволочь, а? Некоторые товарищи требовали сурово наказать прогульщика, но мы решили ограничиться выговором. Ну, и так далее, и тому подобного. Начальник арматурного цеха в этих Амеров. Ну, как тебе это нравится? Слушай, ты можешь сходить в буфет купить три бутерброда. Ну? С колбасой. А как же это? И бутылку лимонада. Давай. Ох, жмоти, а! Или минеральный. Это ни в какие ворота. Думаете, если меня похвалили, так я буду молчать? Да брось бы, Валя. А да и помалкивай. Обед закончился. Иди в цех. Сейчас пойду. А у нас всех за кретинов принимают. Это же подлость. Пойду в портком. Ну, шуруп передай. Здесь хорошая русская пословица. Не карканное начальство. Оно клюется. Тебя не клюнет. Вениамин Васильевич будет большим человеком. А вот кем ты будешь, я не знаю. Мне это неизвестно. Так кого я должен придерживаться? Тебя или Вениамин Васильевич? Ты куда гнешь? Ну, если тебе начальник говорит, Сеня, посреди за Ястребом. Что потом я должен делать Сеня? Ты попомни мои слова, но Вениамин Васильевич своего добьется. Ты знаешь, что мне сказали? Этот Ястребов у меня прям как бельмо на глазах. А зачем ты мне это все рассказываешь? Я не хочу, чтобы ты думал, что Сеня Бюрден спорят. А кто ты? Я понял, что Тихомиров тебя боится. А раз так, значит, ты сильный и его. А я люблю сильных людей. У тебя как раз и что-то такое, чего мне не хватает. Нет, Сеня, ты не слушаешь. Ой, умоляю. Ты знаешь, что? Не надо энергичных выражений. Я этих выражений не люблю. Что ж ты продаешь своего товарища? А я не продаю. Он мне не товарищ. Он мой старый пиет. А ты можешь поверить, что я пойду ему все расскажу? Ты? Нет. А поверю, сейчас возьму, вот как врежу. Верю. Не смылся еще? Нет. Ты ведь пойми, меня никто за язык не тянет. Что тебе надо? А помнишь, я тебе пару плащиков? Ну, ты понял, на конец, что я не собираюсь, ни в Казахстан, ни на Памир, даже из-за этой статьи. Это хороший плащик. Я тебе его завтра обязательно принесу. А деньги я дашь, когда буду. Ты же такой добрый стал. Ты можешь надо мной смеяться, но ты мне действительно нравишься. Дай посмотри. Перебьешься. А я тогда попью. Ну, прямо там. Ну, мы все разберем. Один? Да, Андрей, заходи. Ну, только не подведите меня, хорошо? Ну, ладно, пока. До вечера. Счастливо. Да. Знаешь, что за это вот бывает, а? Ты что? Что ты руками размахался? Я что, не прав, что ли? Ты не прогулял? Ну, скажи, ведь прогулял же. Бат он где прогул. Видишь? Ты два дня в больнице провалялся. Так тебя по пьянке угораздило? Точно по пьянке. Одного шофера. Если бы я не вырвал руль, так бы с его самосвалом и врезались в автобус. Значит, бюллетени надо вовремя сдавать. Своим бюллетенем я провалялся в больнице полмесяца. Ох, ты герой еще пронесел. Да? Что? Вот то. Я такой вот. Я прибежал к ребятам в цех с трещиной в голове, потому что они зашивались с паровозом. А ты не такой, Вениамин Васильевич. Инженер грандиозных проектов. Ну, ладно, я не такой. А что тебе мой проект дался? Что, плохой? Да бросьте, я же его еще по общежитию знаю. Завидуешь ты, Андрич? Завидуешь? Проект мой дал заводу прибыль, экономию и телеграммы от министерства. И ключи от квартиры, где деньги лежат. Если бы тебе все сразу привалило, ты бы даже мозгами не пошевелил. Ну да, ты бы хотел, чтобы я мозгами шевелил бесплатно. На благо родного завода. Плевать ты хотел на завод. А что я, по-твоему, на него молиться должен, что ли, на твой завод? Мне этот завод вот. Или ты думаешь, что я в этом городе навечно прописался? Тоже мне городок. Мне здесь даже машина не нужна. Весь этот городок насквозь за полчаса пешком пройдет. Вениамин Васильевич, Дмитрий, ты обожди меня. Через 20 минут продашь. Это тебе здесь сидеть до второго пришествия. Ты же историк. Ты и сиди. А я инженер. Мне нужен масштаб. Мне работать нужно. Понятно? А такой инженер, как я, на любом заводе подарок. Мне теперь очень хочется уйти из цеха. Но я это не сделаю. А ты вот так и будешь прыгать с завода на завод. Искать, где получше. Ты никогда не поймешь, что человек может ремонтировать паровозы и изучать историю. Ты это никогда не поймешь. Ты хороший инженер, Ген. Человек-барахло. Но в чем дело? Через 20 минут я не буду. Ты не беспокойся. Я ведь нигде это не схожу. Ни на собрании, ни в газете. Я же тебе обещал не подрывать твой авторитет. Который ты по крохам собираешь. С таким трудом. Закуривай. Ну, как ты себя чувствуешь в новой должности? Сигналов нет. У него все в порядке. Выходит, парень-то с головой. А где же я видел парней без головы? Знаете что, давайте все-таки ближе к делу. Ну, что вы тут командуете? Я вызвал, значит, ждите. А то за каким лешим вы меня выбирали, если мне рта не даете раскрыть. Раскрывай. Вот что. Кончай это безобразие. Кончай. Хватит дурака-то валять. Давайте, миритесь. Ну, чего вы не поделили? Два взрослых человека, работаете в одном цехе. Развели тут, понимаешь, склоку. Я могу свою точку... Ты думаешь, если начальник цеха тебе все позволено? Чего только не нагородил в этой дурацкой статье про своего товарища. Ты что, за идиота всех принимаешь, что ли? Потом, братцы, я совсем не требую, чтобы вы стали вдруг близкими друзьями. Но в цехе вы должны быть примером для всех и не подрывать авторитет друг друга. Вы же командиры производства. Делаете одно дело, и только от вас зависит выполнение плана. И что я вам толкую, вы сами все прекрасно понимаете. Я признаюсь, статья была несколько субъективной. Но то, что ты, Андрей, меня как начальника ни в грош не ставишь, это факт. Ну, ладно, не будем разводить с кулоку. Золотые слова. Прекрасно. Я был не прав. Давайте, пожмите друг другу руки. Миритесь. Ну? Давно бы так. Черти полосатые. сейчас будет самое интересное. Угу. Жена сядет на один автобус, муж на другой и разъедется в разные стороны. Ну, поехали к нам, а? Ну, это же становится просто неприлично. Ну, я вчера был у вас позавчера. Кстати, запозавчера тоже. А я так больше не могу. А я могу? Ну, понимаешь, Оля, одно дело ходить в гости, а другое жить с твоими родителями. Ну, я за все задеваю, опрокидываю, чем не отнимается язык. Ну, конечно. Вообще, я чувствую себя какими-то несчастными. Ну, через полгода будет построен наш дом. Все. Через полгода. Да ты что? Ну, это же целая вечность. Ладно. До свидания. До свидания. Я не могу. Когда тебе этот автобус возит неизвестно куда. Ну, в самом деле, почему должны расставаться? А правда, почему? Я тебя тут столько раз ждала. господи. Сидела и смотрела на этот автобус. Я думала, что он тебя обязательно должен привезти. А он все не привозил и не привозил. А я знаю, что делал, пока ты ждала. Я знаю. Я однажды стояла около вашего общежития, и смотрел на твое окошко, а ты вышел из подъезда. Темно было, черкнула спичка, ты закурил сигарету, и я увидела твой глаз, такой брачный глаз. И ты прошуршал так близко от меня, что я едва успела отскочить за угол. Ну, где же моя интуиция-то была? А ты зашел вместе со своей интуицией в будку и набрал номер телефона. Чей? А? А-а-а. Я был тогда влюблен в одну девушку. Знаешь, что было дальше? Нет. Я сел на автобус и приехал к одному большому дому. Встал под дерево, начал глазеть на окна этой девушки. Но она была такая бессердечная, ни разу даже не выглядела. Нет, она не могла выглядеть. Эта бессердечная девушка в это время стояла совсем у другого дома и смотрела на другое окно. Ну, и как это называется? Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok